Все, кто любит рыбу, заходите к нам в гости. Я пришла в гости к детям. Вот, дорогие мои, как вы храните рыбу? Рыбу вы храните правильно. Она хранится в кулечке, обязательно в кулечке, в морозильной камере. И рыба, о, эта рыба хорошая, эта рыба, отличная рыба. Эта рыба судак, вот у кого маленькие дети, и кто спрашивает, какую рыбку можно давать деткам, и у кого больной желудочек, и кто, у кого больная поджелудочная, судак, эта рыбка нежирная, эта рыбка очень и очень хорошая. Для деточек отличная рыбка, молодцы. Ну, все хорошо, все свежее, дорогие мои, для здоровья все хорошо. Но когда есть, нет возможности побежать и каждый день привезти свежую рыбку, ее можно положить в холодильничек, вот так вот в кулечек замотать, хорошо, вот вы даже вот два кулечка правильно положите, и кладете в морозильную камеру. Вот, она, видите, какая замороженная. А как размораживать? Молодцы. А как размораживать? Это второй ответ. Как размораживать? Ну, неопытные хозяйки, ну, в принципе, можно, конечно, так вот взять эту кульку, кульки рыбу, положить в тарелочку или положить прямо в моречку, она будет размерзать. Но врачи говорят, что диетологи, что так неправильно. Вот так вот, как она есть в кулечке, лежала она у вас в морозильной камере, вы кладете, только надо, наверное, какую-то тарелку поджать под низ, чтобы не спачкать все-таки донышко, я всегда за чистоту. И кладете в морозильник, в холодильник, просто на полочку в холодильник. И так рыбка потихонечку, потихонечку... Так она будет разморозлена за три дня. Она не будет три дня. Нет, ребята, она три дня не будет разморозлена, поверьте мне. А вообще, чтобы быстро рыба разморозилась, я же, знаете, я же люблю, что соль, сода, все остальное, да? Так вот, возьмите солью, солью, вот так вот сверху посолите хорошо. Вот. Понятно. Да, и она быстрее разморозится. Ну, это уже вот так вы будете разморозить. И сразу можно уже готовить. Нет, ту соль вообще рекомендуют старые хозяйки, я что же, старые, вот обильно вначале посолить, и пусть эта рыба, вот и свежая так рыба, и, допустим, вот эта рыба, что мы берем морскую замороженную рыбу, и речную рыбу, обильно, обильно, прямо пока она даже в шелухе, или снять эту чешую, опять шелуху говорю, вот обильно, обильно посолить солью. И пусть она так обильно, прямо так, сколько хотите. И она вкусный 10-15 минут. А потом вот это все вы снимете, промоете, и рыба не будет пересолена, она будет в меру соленая и очень вкусная. Потом уже солить не надо. Ну, и, естественно, для того, чтобы лучше и чище, и быстрее ее почистить, тоже соль поможет посолить. Вот, и даже вот так вот рукой или моречкой можно снять всю вот эту мелкую чешую. Так, какие еще советы? Я тоже очень люблю судак. Еще вопрос. Вот судака, помятую, что жарить, что можно еще готовить? Ой, да я все, что угодно. Так же это отдельное видео. Ну, хотя бы что, а потом... И жарить, и запекать. Я вообще люблю судака очень уху. Супчик такой, да, очень хорошо. Можно и свежий судак, конечно. Я люблю фаршировать. Ну, щука, щука, но я фаршировала все. И карася, и судака. Да, отлично. Вот, главное, я говорю, хорошая хозяйка, конечно, даже и плохая. Есть такая рыба, что даже плохая хозяйка, ее не сможете испортить. Понимаете, вот, насколько есть хорошая рыба, что ее трудно, трудно испортить. Вот. Так что, эта рыбка очень-очень хорошая, диетическая, я считаю. Это самое-самое, да. Это ни изжоги, ни отрыжки, ни аллергии от нее практически нет. Так что судак я рекомендую. Хотя сама не ловлю, только покупаю. Но я на рынке, да, вот. А, ну, я уже говорила, как выбирать рыбку, вы все знаете, да? Да, чтобы пожелтевшая. Да, вот если там желтая, все вот это я никогда не беру. Вообще, ну, допустим, когда я беру рыбку... А лучше брать с головой рыбу или без головы? Лучше с головой. Потому что... Смотреть жабры, да, там, чтобы, да, там тоже, чтобы не было желтизны, чтобы глаза мы могли посмотреть. Вот, да, 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 да. Лучше брать... В глаза его смотреть. В глаза. Куда мы смотрим, когда знакомимся наши глаза. А что же судак, вот, ну, это в магазине я, конечно, брала судак. Почему судак продают всегда без головы? Ну, я не знаю почему. Наверное, там же... А это же в магазине вы покупали, во-первых. Это, наверное, идет, когда... Ну, я не знаю. Я думаю, что такая идет обработка. Чук-чук-чук голову отрубает, чтобы... Приходит рейлер, кораблю там подходит. Ну, если будут ерубы, я буду сейчас говорить. Потому что скажут, ну, баба, наверное, начала говорить. Я понимаю, что так специально, чтобы, наверное, не было лишнего веса. А-а-а... Не знаю. Это вопрос, я сам отзываю. Колледжеские тайны какие-то? Нет, нет, не тайны. Там же, как бы, на корабле, там же есть специальные... Да, я думаю, что только так. А потому что на рынке продают целенькую рыбку с головой. То есть подвоха никакого нет? Я думаю, что в магазине нет подвоха. Конечно, она красивая рыба. Она очень... Нет, какой там подвох? Да нет. Только думать... Давайте рыбу уже готовить? Надо думать, да, да, да. О всем самым хорошем.